Вы будете билет предъявлять, я не понимаю? Билет ваш, пожалуйста, произволь, что нет. Вы обязаны предъявить для проверки. Кому я обязан? По правилам пользования. Московский метрополитен. Пункт 24. Вы обязаны предъявить билет. А по какому пункту вы должны представиться? Представиться? Я думаю, документы. Фотографировать я не дам. Ну, давайте, я просчитаю хоть кто вы. По какому она действует. А почему сразу не представились? Действует по... Вот можно убрать? Не видно, по какой действует. Здесь размыто. По 19-й. Не-не-не, действительно, по... Вот, вот, чуть-чуть я прошу вас убрать. Не вижу я. Ну, вот не вижу я, я же прошу вас убрать. Выкинье показывает что-то. А, у вас, то есть оно не рабочее. А как же вы с таким... Ну, видите, здесь размыты, я не вижу. По 20-й год. 22-й месяц, что ли, или что там написано? Вы намочили его где-то. Вам надо его заменить, наверное. Вот, пожалуйста. Вам надо его заменить, наверное. А вот вам надо заменить. Так вы тогда вы же ко мне подошли, пригородили путь. Вы имеете право пригородать путь, или что? Я не понимаю. Я имею право сказать, я не знаю. Вы право, вы имеете. Вот вам, включаю. Показываю. Давайте, давайте, я хочу посмотреть область. Да. По 20-й год. Ирина Геннадьевна, специалист-контролер. Действительно, 31-го, 12-го, 21-го. Да. На грудный знак. Так, 706. На знак 706. Огромное место. Почему, как требуется, не обращайтесь к гражданину? М? То есть, подошли, пригородили путь. Здравствуйте. 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 Будете кому угодно говорить, как надо по правилам обращаться, как у вас прописано. А вы знаете, как у нас прописано? Знаю. Как. Мы даже можем посмотреть, как. Как. Фамилия, имя, должность. Цель, причина обращения. Ну, остановить я могу любого. Можете? Да. Ну, вот именно. Да. Подойти, представиться, что я старший там инспектор-контролер. Иванова Ивана Ивановна. Будьте добрить, привет. А не билет. Передо мной. Стать и билет. Здравствуйте. Ваш проездной. Ваш проездной. Вы не представились. Я не знаю, кто вы. Знаки отличия я не обязан различать. Еще раз говорю. Кто вы и что вы? Для чего вы хотите? Стоится. Ну, передо мной теперь стоит. А почему вы до этого не представились? Вам, во-первых, надо заменить удостоверение. Я вообще не знаю, как вы здесь находитесь и стоите. Как вы вообще здесь работаете? Если у вас удостоверение, размыта дата. Намочена. Вот. Обратитесь. Мне не надо вот. Мне надо вы ко мне пригородили путь, встали здесь. Во-первых, не мешайте движению пассажиропотока в метрополитене. Не стоите, прячетесь здесь. Позорище просто. Как это не мешает? Типун 2, 1, 3. Если вы мне пригородили, вот так встали. Вот здесь вот очень красиво так встали. Руки в боки и стоите. Вы думаете, что я убегать буду, заяц, или кто я вам? Билет ваш, пожалуйста. Что мне обязывает вам ее показывать? Нет? Не будете? Пойдем дальше? Нет? А полицию еще не вызвали. Я же так боюсь полицейских. Идите или иди. Вы-то не забывайте, что вы работаете. Спасибо. До свидания. Вот так вот. Вы... Надо общаться с контролерами. Знать и защищать свои права. Теперь, немного теоретических знаний. Согласно правилам пользования Московским метро, пункт 2.11.3, на территории метрополитена запрещается создавать ситуации, мешающие движению пассажиропотока. Данные правила доступны для изучения и в вагонах метро, и на сайте Московского метрополитена. Как видим, они обязательны к исполнению вообще всеми, а не только пассажирами. То есть на разных работников метро и контролеров, это тоже распространяется. Это касается и сотрудников службы безопасности на досмотровых зонах, и контролеров ГКУ-организатор перевозок. Ни те, ни другие, не вправе мешаться на дороге и не давать пройти. Это следует помнить и вспоминать всякий раз, когда кто-то из них начинает мешаться вам на дороге. Согласно должностной инструкции контролеров, пункт 3.1.2, контролер обязан, при исполнении должностных обязанностей по осуществлению контроля за соблюдением правил пользования метрополитеном и Московской монорельсовой транспортной системой, представляться при обращении к пассажиру, сообщать причину обращения, иметь при себе и предъявлять по требованию пассажира в развернутом виде удостоверения контролера на транспорте. Как видим, представляться и предъявлять удостоверение – это разные вещи. Удостоверение достать и показать они должны только лишь по требованию пассажира. А вот представляться устно, контролеры обязаны в момент обращения. Выбрал контролер человека из толпы, у кого хочет проверить билет, и должен обращаться к нему правильно, примерно по следующей схеме. Здравствуйте, контролер Иванов Иван Иванович, будь добры ваш билет на проверку в соответствии с правилами пользования Московским метрополитеном пунктом 2.3, и так при обращении к каждому конкретному пассажиру, чей билет хочет проверить. Многие контролеры забывают это делать, или путают с обязанностью предъявлять удостоверение. Так вот, забывать про это не надо. И если вас остановил контролер в московском метро, и забыл представиться, это уже повод не воспринимать его как должностное лицо, которому чем-то обязан пассажир. И напоминать про обязанность представиться пассажир контролеру не должен. Тот сам должен вспоминать об этом в момент своего обращения. А если забыл, то это уже его проблемы, даже если все остальное контролер делает без нарушений. Представьте себе обратную ситуацию, по какой-то причине у вас нет билета, и вы говорите контролеру, что сейчас пойдете купите билет и оплатите проезд. Контролера это не устроит, ибо проезд надо было оплачивать с самого начала в момент прохода турникетов, и будет настаивать на выписке штрафа. Так и вас как пассажира не должно устраивать, если контролер сам без напоминания не представился в момент обращения к вам. Не назвал контролер свою фамилию сам, все, он уже нарушил, независимо от его дальнейшей действий. Такую шайбу уже нельзя засчитывать. Что и было на конкретном видео. Контролер не представился, и в результате, не увидел билета у конкретного пассажира. Несколько других полезных нюансов и знаний про контролеров в московском метро. Контролеры любят прятаться за всевозможными преградами типа всяких ящиков, колонн, на ступеньках, и так далее, чтобы поменьше сверкать своей формой. Но, при этом, им все равно надо видеть турникеты, кто как проходит через них. Это значит, что их все равно видно, просто не надо перед не посмотрев сперва как следует, если проверка вашего билета не в ваших интересах. А если вы вдруг не заметили контролеров и понимаете, что проскочить вперед точно не успеете, тогда всегда можно резко развернуться и выйти обратно. У контролеров совершенно нет полномочий применять силу. В любой непонятной ситуации, просто уходите от них, идите в метро через другой выход, и так далее. Зачем все дают им паспорт для штрафа, если те все равно не могут никого удерживать, непонятно. Никакого штрафа не будет, если просто развернуться и уйти. Снимать контролеров на видео можно и нужно, чтобы в случае чего, у вас было доказательство превышения полномочий со стороны контролера, и для примера другим пассажирам, чтобы все учились защищать свои права и интересы. Снимать контролеров можно в силу ст. 29 Конституции РФ, в которой сказано, каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. А выкладывать видео можно в силу ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ, так как подобные видео несут в себе общественный интерес. Вы так или предупреждаете потенциальных пассажиров о конкретных контролерах, способных на нарушения, или показываете своим личным примером, как грамотно надо общаться с контролерами, какими пунктами правил проезда или законов можно защищать свои интересы, что грамотно отвечать контролерам, и т.д. Не забывайте подписываться на канал, показывать это видео своим друзьям. Разместите его и другие видео с канала на своих страницах в социальных сетях. Если вы администратор какой-либо группы в любой социальной сети, обязательно разместите наши видео там, чтобы как можно больше пассажиров изучали свои права, ибо только массово можно отучить контролеров превышать свои полномочия. Вспомните, как раньше было хорошо в московском метро. Никаких досмотров, никаких камер на каждом шагу, ни толпы бездельников, охранников и контролеров. Максимум метро бабкой со свистком. Уровень комфорта был намного выше, чем сейчас, причем и стоимость проезда даже с учетом тогдашних зарплат тогда была ниже.